Под словосочетанием «развитие малого бизнеса» администрация района подразумевает комплекс мер, направленных на поддержку предпринимателей. На разных уровнях государственной власти идет разработка и тестирование новых форм поддержки бизнеса. На уровне Московской области этим занимается Министерство юстиции и инноваций. Предпринимателям была предоставлена возможность получить компенсацию затрат на уплату процентов по кредитам. Общая сумма поддержки – 430 тысяч рублей. Поддержаны социально ориентированные организации в сфере физической культуры. Предприятия, организовавшие занятия в детских и молодежных кружках, организации культурно-посфетической деятельности. В целом на этот блок в рамках мероприятий программы поддержка оказана в сумме 310 тысяч рублей. Поддержаны газеты «Грайн», «Купикой», «Керамика к желе», предприятия «Мегаортопедик» и «Элни». Этим компаниям частично компенсивны расходы по аренде, расходы за коммунальные платежи, расходы на приобретение основных средств. В 2016 году был реализован пилотный образовательный проект «Бизнес-школа Московской области». В нем приняло участие около 700 человек в возрасте до 35 лет из 53 муниципальных образований. Обучение велось на бесплатной основе. Также на территории Раменского района функционирует клуб молодых предпринимателей. В рамках клуба каждый четверг проводились ежедневные встречи, мозговые штурмы и презентации проектов членов клуба. Клуб совместно с торгово-промышленным партнерством организовывал различные семинары и тренинги по созданию и развитию собственных дел. Члены клуба участвовали в различных ярмарках и выставках. Например, в 2016 году клуб был участником «Раменской марки». Также в 2016 году члены клубы участвовали и получили призовые места в рамках конкурса «Лучший молодежный бизнес-проект». Считаю, данное мероприятие очень стимулирует начинающих предпринимателей. Участие в данном конкурсе позволяет не только получить некое признание в районе, но и возможность, чтобы бизнес-проект был услышанным, в том числе и для потенциальных инвесторов. В конце 2015 года была открыта общественная приемная по вопросам малого бизнеса. За почти два года ее существования уже можно подвести некоторые итоги работы. В результате взаимодействия с администрацией у нас за 26 годов обращений 185 предпринимателей, письменных жалоб 48, при этом 40 положительных решений по жалобу. Было 6 судебных дел, в которых мы участвовали, представляя предпринимателей, которые тоже с положительными решениями. Мы участвовали в 12 проверках и было обжаловано 8 результатов данных проверок. Кроме этого, у нас заключено соглашение с прокуратурой и сотрудничестве. Приведутся личные приемы с прокурором и зампрокурором. Тоже налажено взаимоотношения непосредственно на уровне телефонов. Но предприниматели у нас очень, скажем, быстро и конкретно получают помощь. Обращаясь в администрацию, если здесь не могут им помочь, они приходят к нам. Если нужна помощь прокуратура, к ним и так далее. То есть мы вот три структуры работаем совместно. Потому что не все поселения имеют крупный бизнес и могут опираться на предуправление только на малый бизнес. Поэтому, конечно же, главным нужно уделять внимание нашему малому бизнесу, всячески его поддерживать и создавать условия для того, чтобы эти предприятия, эти субъекты возникали в сректории каждого поселения. В 2017 году в селе Буково открылся новое предприятие торговое, это торговый центр, порядка 2000 квадратных метров. На данный момент работает 17 человек на этом предприятии, торговлю и так далее. Из них 10 человек местных жителей. Обеспечение рабочими местами местных жителей – немаловажный плюс развития малого бизнеса, считает Андрей Кулаков. Поддержка предпринимателей – одна из приоритетных задач руководства района.